Аломи Продуксионес представляет В фильме «Буря страстей» А также Ванесса Теркес По роману «Луси и Рулите» Авторы сценария – Корфе Чернов, Сильвана Агиры, Рейнальдо Аренас и другие Художественный редактор Жан-Карло Порше Композитор Кристиан Монтоя Оператор Джан-Карло Пасс Продюсер и режиссер Джимми Артеага Милый, что тебя беспокоит? Нет, не будем говорить о проблемах Лучше расскажи о своей работе Ну что ж, теперь босс мне доверяет Несмотря на попытки Адриана настроить его против меня Я рад, что ты делаешь успехи Я знаю, ты очень способная По крайней мере, я стараюсь Я уверена, что босс будет доволен моим тестом Я очень рад за тебя, ты это заслужила Что вы здесь делаете? Ты еще спрашиваешь? Я пришел за своей племянницей Ты! Что тебе нужно? Извините, что помешал Я управляющий на... На ферме Да, я тебя помню Тебя зовут Игнасио? Да, сеньорита Значит, вы больше не девушка Герардо А я слышал, что скоро свадьба Конечно, свадьба состоится Ничто и никто Не сможет этому помешать Я разыскиваю Герардо Я думал, что это его офис Все верно, но он вышел Ясно Игнасио, что ты здесь делаешь? Что-то случилось? Нет, босс, нет, ничего Просто я приехал От имени всех работников Выразить вам соболезнования В связи с кончиной вашего отца Хочу, чтобы вы знали, что мы его очень любили Он был Хорошим хозяином Всегда думал о своих людях Спасибо за добрые слова, Игнасио Мой отец был бы рад узнать Что его люди так к нему относились Да, босс Я еще хотел сказать Нас всех беспокоит Что же станет с землей? Что за люди? Только о себе и думают Бедные и скромные люди Которые очень ценили Дона Альфреда Ничего не изменится Все будет как раньше Спасибо, босс, спасибо Поздравляю вас со свадьбой Надеюсь, вы будете счастливы Конечно, он будет счастлив Тогда, босс, я пойду Надо сообщить хорошую новость людям Я поехал в Сан-Хуле Спасибо, Игнасио До свидания До встречи Пусть собирается туда, откуда пришел В чем дело, Сандра? Почему ты так говорила с ним? Если твой отец не может с тобой справиться Я смогу Идем Нет, дядя, отстань Идем Оставьте ее Отстань Проблема с нашей бунтаркой Маурисио Я так и знал Оставьте нас в покое Когда же она образуется? Ни слова больше Я разочарованный, Сабель Встречаешься здесь неизвестно с кем Что с тобой? Так ты благодаришь меня за доверие? Отвечай Не надо, Альберто Что бы ты ни сказал, дядя Мне все равно Ты не можешь указывать мне С кем я должна быть Ты подчинишься мне Ты выйдешь за Феликса, как я сказал Я не люблю Феликса Когда ты это поймешь? Вы не прави решать судьбы других Никто не может указывать, Сабель С кем ей быть Я именно тот человек Который имеет право Говорить, Сабель, что делать А на твой счет У меня свои планы Тебе придется с этим смириться Но сначала я научу тебя Уважительно относиться ко мне Не провоцируй меня А то пожалеешь Посмотри, Сабель Это твой настоящий дядя Преступник Сеньор, расскажите, Сабель Что вы сделали с моими родителями Чтобы она наконец поняла Что вы за человек Нет, Кристина Скажи, что это неправда Скажи мне, что это не так Скажи мне, что ты не беременна Я беременна, тетя Тетя, я его люблю Я люблю его так сильно Что ни о чем не думала Боже Опять та же история, Кристина Это моя вина Я должна была Быть на стороже Чтобы не позволить тебе Пройти через то Через что прошла я Нет Нет, тетя Это не твоя вина Разве ты могла помешать мне Влюбиться в него А Герардо Об этом знает? Знает Только Эта новость его совсем не обрадовала Я слышал, как Маурисио сказал Педро, что Альберто ему надоел И что от него надо избавиться Я сыт по горло Я встречусь с этими ублюдками, мама Что ты собираешься делать, сынок? Я хочу вновь обрести счастье и чувство собственного достоинства Мой сын будет не один при встрече с Лусилой Идем, Фабиан, идем со мной Не волнуйся, мама, все будет хорошо Теперь мы сможем ходить с гордо поднятой головой Герардо лучше признать этого ребенка Герардо его признает, тетя Я должна поехать к нему И сказать, что люблю его Что он не может оставить меня с ребенком А если он его не признает? Если тебе придется пройти через то же, что и мне? Нет, тетя Герардо не такой Что произошло, пока меня не было? Почему ты так говорила с Игнасио? Мы с Гектором просто разговаривали Он хочет устроить для тебя мальчишник Ты, наверное, шутишь Нет, он действительно хочет пригласить нескольких друзей На небольшую вечеринку перед свадьбой Это глупо Я совсем не хочу веселиться Именно об этом мы говорили Правда, Гектор? Правда? Честно говоря, я подумывал пригласить только самых близких людей Ничего особенного Пойдем пообедаем? Да У меня сейчас встреча Увидимся в фойе, я скоро приду Я больше не в состоянии работать К тому же хочется есть До скорого Ты виноват, что он нас увидел Я виноват? Сандра, ты первая начала Если Игнасио проговорится Нам конец, Гектор Чего ты ждешь? Найди его И застать молчать Но для начала разберись с Норой Она мне уже надоела Я не знаю, о чем ты говоришь, Луиза Ты знаешь, о чем я говорю Я хочу знать, что ты делала в комнате сеньоры Софии И почему ты оставила там эти таблетки Я просто подумала, что она будет довольна, если я приберусь в ее комнате А таблетки? Что это за таблетки? Из-за чего спор? Извините, сеньорита Я хочу узнать у Джулии, что она делала в комнате вашей матери И что это за таблетки Что это за таблетки? Это мои таблетки Они для похудания Они выпали из кармана, пока я убиралась в комнате Я вошла в комнату, чтобы убраться Сеньора такая печальная в последнее время Я думала, если я уберусь, это ее обрадует Спасибо, Джулия Но в следующий раз, прежде чем что-то сделать, согласуй ты с Луизой, ладно? Да, сеньорита, конечно Извините Извини, Нора Не волнуйся, она еще очень молода Она всему научится Она неплохая, просто очень рассеянная, понимаешь? Да, не волнуйся Извини Луиза Да Не знаешь, из Сан-Хулиана никто не звонил? Из поместья? Нет, никто не звонил Вряд ли он позвонит сюда О ком это ты? Не о ком Забудь Дядя, скажи мне правду Я хочу знать правду Ты пытался убить отца Альберта и свою жену? Молчать Ни слова больше Не смей говорить со мной в таком тоне Я уже устал от вашей семейки Не испытывай мое терпение Не знаю, убийца ли ты Но ты точно шантажист Я разочаровалась в тебе Мне стыдно за тебя Не смей трогать ее Ты не знаешь, что делаешь, сынок И не знаешь, кто перед тобой Ты просто наглый щенок Тебе уже сказали Альберта, я лучше пойду У тебя и так проблема из-за меня Нет, Эсабель Не слушай этих мерзавцев Все будет в порядке Умная девочка Попрощайся с ним Потому что вы больше не увидитесь Я в этом не уверен Мы еще встретимся Мы еще не закончили разговор Идем Скажи, где Соня мерзавец? Где ты ее прячешь? Она в порядке Спасибо за заботу Прости, но она тебя ни разу не спросила Ты лжешь, я знаю Я этого так не оставлю Твой отец не должен ничего знать Он будет в ярости Рано или поздно он узнает, тетя Кристина Ты должна позвонить Норе Сестре Герардо Она показалась мне хорошим человеком Может, ей удастся убедить его приехать к тебе Я думаю, дело не в этом Если Герардо не может приехать, значит, у него есть на то уважительная причина Герардо не такой Он меня любит Он меня любит Я знаю Кристина Милая Позвони ей Я не хочу, чтобы ты жила иллюзиями Большинство мужчин, сталкиваясь с проблемами, бросаются в бега Нет, тетя Герардо не такой Он не приезжает, потому что не может Или потому что не хочет Кристина, милая, ты забеременела И он больше не хочет тебя видеть Не говори так, тетя Извини меня, но, по-моему, он уже тебя бросил Я знаю О чем говорю Нет Герардо не может так поступить Милая Милая, я знаю, ты влюблена в него Но тебе лучше забыть его Поверь, я всегда буду рядом Я тебя никогда не брошу, Кристина Не осуждай меня за то, что я сделала Как я могу, Кристина? Как? Тебе сюда нельзя Шеф может приехать в любой момент Если он тебя увидит, тебе конец Я знаю, Росарио, но мне нужно срочно с тобой поговорить Уходи, потом поговори Если люди Панчо тебя увидят, они и забьют тебя, как в прошлый раз Я их не боюсь, Росарио, мне очень нужно с тобой поговорить Расскажи мне, что знаешь о Панчо Немного, только то, что шеф его прогнал и обещал убить, если он вернется Он во всем винил тебя и даже обещал отомстить Негодяй Все очень серьезно, Антонио Если Панчо решил что-то, он не успокоится, пока это не сделает Он упрям, как осел Я совершил ошибку, заговорив о могиле Я хотел, чтобы Панчо заплатил за все, что он нам сделал Будь осторожнее, Антонио Панчо будет мстить Игнасио Игнасио, стой Чем могу помочь, сеньор? Да, Игнасио То, что, как тебе кажется, ты видел, сеньор Я из деревни, но я не дурак Я знаю, что я видел Нет, Игнасио, это не то, что ты думаешь Знаешь, Сандра очень волнуется из-за свадьбы Я просто приобнул ее дружески, чтобы она успокоилась Послушай Герардо лучше об этом не знать Не надо его волновать Сеньор, поверьте, я не сплетник Это радует Будет лучше, если Герардо об этом не узнает Он переживает из-за смерти отца И из-за этого Ему станет еще хуже Да, именно поэтому вы сами должны обо всем рассказать ему Игнасио, пойми, рассказывать-то не о чем, нельзя Сеньор Не стоит обманывать доверие своего друга Такое не прощают Вам придется дорого за это заплатить Подумайте об этом, сеньор Посмотри на эту мебель Если тебе понравится, мы ее купим Мне не нравится Не надо так Это лучший магазин в городе Здесь есть мебель, картины, скульптуры Нет, лучше пойдем поедим Ладно Только сначала я кое-что посмотрю Я люблю тебя Ты весь день говоришь о свадьбе, Сандра Мне это уже надоело Я думала разговоры о свадьбе позволят тебе отвлечься Твоя мама этого хотела и папа тоже Моя мама, мой папа Чего ты тогда хочешь? Скажи мне, чего ты хочешь? Этого не может быть Ты думаешь об этой оборванке Что же она может дать тебе, что я не могу? Любовь Какой же ты наглец Нет, я говорю искренне Ты больше всего на свете хочешь выйти за меня И я женюсь на тебе, чтобы не ссориться с семьей И потому что я обещал отцу А если бы не пообещал, ты бы сбежал к ней? Если ты все-таки хочешь выйти за меня, это твой выбор и твоя проблема Но запомни одну вещь Я никогда не забуду Кристину Ты поняла меня? Никогда Это мы еще посмотрим, Герардо Это мы еще посмотрим Он обращался с ней, как с вещью Дядя Исабель обращался с ней, как будто она какая-то девка С Исабель все будет в порядке, Альберто Вот увидишь Сейчас же главное найти Лусилу, не забывай Да, ты прав Время идет, а мы о ней ничего не знаем Этот идиот Феликс сказал мне, что ее держат в каком-то подвале Надо пойти в полицию Нет, не надо Они нам не поверят Надо разыскать этих преступников Мы должны быть осторожны, но надо их перехитрить Нужно доказать, что Педро Дель Кастильо преступник Оставьте это мне Я живу рядом с ним, и я буду держать ухо востро Он замешан в темных делишках, а все документы он хранит у себя в столе Мы должны все разузнать о его делах Тогда мы сможем его шантажировать И у нас будет время найти Лусилу Нужно последить за этим негодяем Маурисио, узнать, чем он занимается Так мы и поступим Я не успокоюсь, пока не найду Лусилу Я заставлю этого циничного мерзавца Феликса признать свою ответственность Педро не потерпит подобного варварства Он быстро вышвырнет тебя отсюда И когда это произойдет Я помашу вам всем след ручкой Я и не сомневался, что ты захочешь отсорваться Ты только и делаешь, что клянчишь у Педро гроши Ты сама ни на что не способна А ты способен? Не смеши меня Ты всегда жил за счет своего брата Мои деньги потерял Педро Теперь я на него работаю Я, по крайней мере, работаю, в отличие от тебя Довольно, Герман Мне надоело слушать твои жалобы Повторяю, сделай что-нибудь Или ты останешься без работы и без денег Мне все равно Я не буду заставлять своих дочерей что-либо делать Не будь дураком, спасай свою шкуру Ты зря защищаешь, Исабель О чем ты говоришь? Может быть, Педро не просто так решил помогать Исабель А не Сесилия Почему? Потому что Исабель – дочь Педро, а не твоя Клянусь Если бы ты не была в инвалидном кресле Ты бы получила то, что заслуживаешь Ты зашла слишком далеко из нас Попробуй и узнаешь, что будет Давай, ударь меня Вымести на мне свой гнев Я не могу ударить инвалида Но мне очень хочется И запомни раз и навсегда Исабель и Сесилия – мои дочери И я буду заботиться о них всю жизнь Я предупреждаю тебя, Герман Я останусь в этом доме вместе с Педро и его дочерью Можешь оскорблять меня Сколько хочешь Но мое сердце и моя совесть чисты Я не собираюсь жить по твоим правилам, дядя Поздно играть в независимость Ты и твоя семья всегда жили за мой счет Сколько я тебе должна? Скажи, сколько, и я выплачу тебе все до последнего центава Преданность, уважение и повиновение Вот что ты мне должна Признаешь, Исабель, ты всегда была моей любимицей Я нарадоваться не мог на тебя, ведь ты всегда уважала меня, слушалась Но я могу быть не только благодетелем, но и тираном И даже убийцей Что ты сделал с тетей Лусилой? Выбирай выражение Расскажи мне правду Мы сейчас одни Расскажи, что тогда произошло Что ты с ней сделал? Именно поэтому я и не хочу, чтобы ты общалась с этими людьми Они настраивают тебя против меня Альберто воспитывали на этой лжи Но я могу его переубедить Почему? Почему тебя вдруг заинтересовал Альберто? Скажи мне Почему ты вдруг заинтересовался Альберто? Мне твое дело Я не хочу слышать об этом Но я хочу знать Теперь ты будешь подчиняться Я запрещаю тебе с ним видеться Не смей даже приближаться к нему Но почему, дядя? Потому что я так сказал Потому что ты должна быть с Феликсом, а не с ним Феликс изменял мне Обманывал меня с моей сестрой И теперь Сесилия беременна Если он тебя изменил, ты сама в этом виновата Что? Знаешь что Но теперь твои встречи с Альберто закончатся Ты не можешь меня заставить Еще как могу Я уезжаю в поместье, а когда вернусь Я хочу, чтобы ты вела себя по-другому Я выполню все, что обещал И вышвырну твоих родителей на улицу Но это подло Со временем ты поймешь Что это для твоего же блага А пока ты должна мне подчиниться Хочешь или нет? Мы еще посмотрим Я хорошо тебя знаю Ты не принесешь в жертву свою семью Ради какого-то каприза Это не каприз, дядя Пойми же, наконец Я люблю Альберто Увидимся позже Даже если нам придется обыскать весь город Сантиметр за сантиметром Мы найдем Лусилу С Феликсом или без него Мы не можем полагаться только на него Я хочу выяснить, какая у Маурисио есть собственность Если у него есть что-то помимо его гостиниц и дома в Эрекипе Это может стать зацепкой Хорошая идея Чем больше информации, тем лучше Смотри Исабель все восстановила Осталось подобрать рамку А где же номер? Какой номер? Здесь был номер, а теперь его нет Говоришь, Исабель забирала фотографию Прошу, папа, не начинай Это не имеет значения Исабель на нашей стороне Она восстановила фотографию, чтобы сделать нам приятно Если необходимо активное рекламирование, может ли ответ компании быть прямым? Я считаю, что больше всего подходит стратегия Идиотка Совсем неплохо Я считаю, что ответ компании не должен быть прямым В этом мире и так слишком много насилия Например, когда я ссорюсь со своим парнем После такого она точно вылетит Ты все еще здесь, Адриана Обычно я ухожу последним Я кое-что исправила в докладе Исабель Она в этом не сильно Знаешь, Адриана, ты должна быть терпеливой Она очень способная У нее большой потенциал Только она может написать тест по маркетингу лучше тебя Пока тебя никто не превзошел Ну, может быть, у нее получится На этот счет я никогда не ошибаюсь Вы бы могли хорошо работать вместе, поверь мне Ладно, не буду тебя утомлять, уже поздно Да, да, уже поздно Бедняжка Исабель Когда сеньор Ромеро увидит ее доклад Он не захочет иметь с ней ничего общего Твой дебют в компании станет твоим провалом, дорогуша Я не собираюсь заботиться об этом ребенке Ты должен помочь мне выкрутиться Я постараюсь, но ты должен дать мне больше информации о ее жизни Нам нужен кто-нибудь на роль отца этого ребенка Я даже не знаю, кого назвать Кроме Фабиана А его она терпеть не может Знакомых у Сесилии мало Друзей вообще нет Но она же не затворница Кто-то должен быть Я не знаю Я знаю только то, что она хотела стать певицей И что случилось? Она брала уроки, но, похоже, учитель от нее устал Это уже кое-что Учитель пения? Это единственный вариант Немного, но вполне достаточно Ты же знаешь, деньги Клянусь ко всему Ах ты предатель! Клянусь, это не так Молчи, подлый трус, иди сюда Я не виноват Дон Бинансио попросил меня пойти с Карлой Хватит! Вот видишь, я же говорила, что тебе не понравится Если ты знала, что так будет, зачем же ты согласилась? Филиппе сказал тебе, что это была идея моего отца Это ничего не значит, ты виновата в том, что согласилась Но, Марио Никаких, но, Марио Решай прямо сейчас, с кем ты останешься, с ним или со мной Карлита, как я выгляжу? Марио, как хорошо, что ты пришел Послушай, я все оставляю на Рамиро Но ты можешь ему помочь? Нет, Дон Бинансио, ну зачем вы так со мной поступаете? А я хотел называть вас папой Сынок, не переживай, так это просто вечеринка Именно это я ему и говорил Молчать, Карлик Ладно, ладно, успокойтесь, мальчики, не надо драться Ладно, Дон Бинансио Но почему он? Я даже устроился на работу, как вы говорили Прими поздравления, но знаешь, уже очень поздно Идем, идем, идем Пока, спасибо, идем Карло, скажи хоть что-нибудь Да, Марио, сделай мне одолжение Если придет тот человек, посмотри за ним, спасибо Да, идем Пока, пока Ты заплатишь за это, ты заплатишь за это, обещаю тебе Не помешала? Нет, я почти закончил А где Герардо? Он бросил меня в мебельном магазине Сандро, я же говорил тебе, не дави на него Это не я изменилась, Гектор, это он изменился И я уверена, ты знаешь, почему Когда же ты об этом забудешь, Сандро? Ты должна думать только о том, что до свадьбы осталось совсем немного Лучше молчи и не создавай проблем Ты же знаешь, что я не успокоюсь Что происходит, Гектор? Ладно, Сандро, ты была права Кристина беременна Вот мерзавка, грязная оборванка Мне надо было тогда избавиться от нее Не говори глупостей Ты их все равно победила Ведь Герардо женится на тебя, а не на ней А этот маленький ублюдок Он наверняка захочет признать его Он просто с ума сошел, хочет снова с ней встретиться Я с трудом убедил его Не делать этого И он не посмеет Фамилию Лопес Арнау будут носить только те дети, которых рожу я Но это еще не все Сандро Герардо не хочет забывать Кристину Он говорит, что после свадьбы она станет его любовницей Это он так думает В конце концов, почему тебя это так волнует? Ведь ты тоже будешь не одна Разница в том, что ты не оборванец Так что, либо ты мне поможешь Либо все кончено Скажи мне, какой у тебя план? Не сейчас Сперва закончим то, что мы начали утром И тебе хватает наглости приходить сюда Ты должен быть рядом с Сесилией Исабель, я хочу поговорить с тобой Мне нужно объяснить Объяснить что? Что ты трус, которому наплевать на это маленькое создание? Да, я совершил много ошибок Да, я поступил как идиот Но самое страшное для меня сейчас Это потерять тебя Ты потерял меня намного раньше, чем связался с моей сестрой, Филис Твоя ревность, твои попытки заставить меня выйти за тебя замуж Хотя я и не была уверена Показали мне, что ты не тот человек, каким я тебя представляла Но ты ни слова не сказала про Альберто Это из-за него мы расстались Ты не прав Альберто просто раскрыл мне глаза Все, хватит, хватит, хватит говорить об Альберто Не хочу слышать, как ты защищаешь его Ты первый заговорил о нем? Да, да Я заслужил такое отношение Я хочу, чтобы ты знала Что все ошибки я совершил только из-за любви к тебе Это настоящая страсть Я мечтаю о том, чтобы ты стала моей В чем дело, Антонио? Ты весь день сам не свой Все в порядке Ешьте дальше Можно я пойду? Ты должна все съесть Папа, я до этого поела хлеба, так что я не голодна Правда, Мануэль? Кристина, не спорь с отцом Но я не хочу есть Я лучше пойду в свою комнату Садись и ешь Папа, я уже не маленькая Ты не можешь заставить меня делать то, чего я не хочу Милая Мы не хотим, чтобы ты заболела Я заболею Да, я заболею Если вы все время будете мне говорить, что я должна делать, а что нет Мне нужна свобода Свобода для чего? Свобода для чего? Чтобы звонить ему и умолять его приехать? Я не умоляла его Герардо меня любит Неужели? Так он тебя любит Если он так тебя любит, где же он? Что это, папа? Что там написано? Не знаю Ты заплатишь за то? Что побеспокоил мертвых Антонио, что происходит? Это как-то связано с угрозами Панчо Не знаю Но я все выясню Нет, папа Тебе не нужно никуда ходить Зачем? Я пойду с тобой Нет Ты останешься с ними Пойду посмотрю, что происходит Папа! Сесилия ждет от тебя ребенка Это на ней ты должен жениться Клянусь памятью моей матери Это не мой ребенок Ради бога, Феликс Ты же не будешь отрицать, что вы Сесилии? Нет, не буду Но это не значит, что это мой ребенок Я знаю Ты не высокого мнения обо мне Но не надо все усложнять Ты же знаешь Сесилия способна на все Ты же знаешь Я больше не верю ни Сесилии, ни тебе Я тебя понимаю Но расставание с тобой Заставило меня измениться Изменился и с собой Чего я с тобой? Я не знаю Я тебе говорю Я не знаю Если бы я только мог повернуть время вспять Чтобы всего этого не случилось Феликс Феликс Тебе лучше уйти Стави. Ладно. Хорошо. Извини. Элоиза. Луиза, Джулия, дети не звонили? Насколько я знаю, нет. Прошу. Но я ничего не просила. Нет, просили сразу после обеда. Вы не помните? Нет, честно говоря, не помню. Наверное, это из-за нервов. Столько всего случилось. Выпейте, он поможет вам уснуть. Будем надеяться. Просто со временем таблетки перестают помогать мне. Вам будет лучше, вот увидите. Хорошо. С вашего разрешения мне нужно убрать со стола. Хорошо. Джулия, если кто-то из детей позвонит, позови меня. Хорошо? Да, сеньора, извините. На. Когда Маурисио вернется, я скажу ему, что больше не хочу тебя видеть. Твой безумный вид меня угнетает. Ой, неужели мы обиделись? Но, честно говоря, дело не только в тебе. Я ненавижу этот бедный район. Я ненавижу бедность. Дай мне, пожалуйста, сок. А ты бы выбрала деньги или бедность? Всё, чего я хочу, это выбраться отсюда. По-моему, не очень ты и сильно от этого хочешь. Если бы ты хотела, ты бы вспомнила, где находится 16 миллионов. Я же вспомнила. Этим утром я рассказала тебе про банк. Знаешь что? Я принесла кое-что, что поможет освежить твою память. Итак, посмотрим, что у нас здесь. Ключ. Этот ключ висел. Да. А кто его повесил? Она. Это она. Кто она? Не знаю. Постарайся, прошу тебя, Соня. Скажи мне, кто она. Я не знаю. Вот тупица. Всё время одно и то же. Ты мне надоела. Прости меня, Нэнси. Я постараюсь вспомнить. Ты знаешь, сколько стоит эта блузка? Кристина, милая. Отойди оттуда. Это опасно. Мноя лидит. Где папа? Где папа? Я не знаю. Его никто не видел. О, Боже. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Ты все еще здесь? Да. Добрый вечер. Здравствуйте. А вы спать не собираетесь? Не с тем везет так, как тебе. Некоторые еще и работают. Очень жаль. Тебе бы не мешало отдохнуть. Позови Росарио. Слушаюсь, шеф. Выпить хочешь? Нет. Нет. Звали хозяин. Да. Что нового? Ничего, Дон Педро. Всё как всегда. Ладно. Приготовь комнату для Маурисио. Да, сеньор. Извините. Проверь, всё ли готово. Я хочу взглянуть на полосу прямо сейчас. Где вы? Ладно, ждите меня там. Конечно, я в Сан-Хулиане. Идиоты. Они нас ждут. Тогда идём. Добрый вечер, шеф. А ты что тут делаешь? Я же сказал тебе, что больше не желаю тебя видеть. Шеф, я пришёл доказать вам, что я не вру. О чём ты? Давайте, парни, давайте. Шеф, это он. Это Антонио. Похоронил того ребёнка в могиле Лусилы. Он хотел обмануть вас, шеф. Как же здесь спокойно, Беспедро. С этим не поспоришь. Учитывая то, что происходит дома, меньше всего я хочу видеть здесь его лицо. Инесс доставляет тебе проблемы? С каждым днём она всё хуже, Фабиан. Нам всем становится хуже, особенно Сесилии. Что на этот раз? Прости, ты же не знаешь. Сесилия беременна, Фабиан. Беременна? От кого? От Феликса. Бедная Сесилия. Как же мне её жаль. Она так страдает. Я бы очень хотел быть рядом с ней, но это невозможно. Если ты это сделаешь, я буду благодарен тебе до конца жизни. Я всегда считал, что ей нужен надёжный человек, с которым можно поговорить, подружиться. Фабиан, о чём ты думаешь? Я думал о красных пятнах на рубашке Педро. О том, была ли это кровь, и где эта рубашка теперь. Привет. Привет. Твой тесть сейчас в кабинете у Педро. Он и Фабиан воспользовались тем, что босса нет на месте. Спасибо за информацию, но я пришёл не к нему. Я просто проходил мимо. Маурисио уехал с Педро, да? Да, а что? Ничего, просто мне показалось, что ты скучаешь. Если ты предлагаешь мне разведиться с тобой, забудь об этом. Я знаю, у тебя проблемы с моим боссом, и ты хочешь, чтобы я за тебя заступилась. Честно говоря, Лорена, ты мне нужна совсем не для этого. Пойми, мы должны уехать. Мы больше не должны терпеть тиранию дяди Педро. Педро вовсе не тиран. Просто все мы совсем отбились от рук. Ты должна выйти за Феликса, и всё закончится. Мама, хоть раз в жизни ты можешь поддержать нас, твою семью? Почему ты всегда против нас? Может быть, потому что вы мне не семья. А чем ты? Моя настоящая семья состоит из Педро, меня и тебя. Он предатель. Вот он кто. Он мне не друг. Похоже, линию ещё не починили. Нет, если бы ты только видел её. Она была такая спокойная, как будто ничего не происходит. Так, что-то есть. Я слышу какой-то шум. Всё без толку. Я надеюсь, что они плохо проводят время. Очень плохо. Алло. Алло, Альберто. Альберто, это я. Соня. Три tricky. Всё без тюня. Соня. 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 Субтитры сделал DimaTorzok